окончательно и без поворотно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате за altide hotel запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше расследование продолжаем разобраться что же происходит в этом странном отеле во время приливов мы сейчас находимся возле стойки регистрации и и мы с вами давайте и проверим пока никого нет так давайте проверим ключи от номера ты бы желательно только побыстрее это делал номер один а тут записька какая-то привет пол слышал про твои бананы я был бы рад присоединиться чего подождите мы ведь можем прочитать вот так вот можем с удовольствием присоединился номер 29 дай мне знать к чему это какие бананы какие бананы что за что за жесть бананы какие-то давайте номер 12 номер 21 12 20 номер я не знаю какой номер выбрать слушайте может быть нам потом это понадобится номер 20 если и что возьми все ключи тогда ну и номер 12 тогда давай чего уж там так он давай проверяю книгу постояльцев это мы можем рассмотреть но это просто имена 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 номера номер 4 пустой имена 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 всевозможные всевозможные имена ди мы знаем кстати что di в 12 номере проживает теперь если что если найти ее нужно 15 пустой 14 слушайте 14 пустой помните записку мы с вами находили записку там было написано где номер 14 и действительно номера 14 в принципе нет нотариус кстати говоря а в номере девятнадцатом ну и проверяем тогда ящик забытых вещей что тут есть подозрительного это не рассматривай просто так ну да давай шарик порассматривай предмет из директории это просто мячик просто мячик что в нем особенного ну его раскрыть нельзя это не скажем так не контейнер какой-то кругленький нет это просто шарик мячик какой-то пластиковый что может быть в будущем это улика может быть какая-то в будущем что-то с этим связанное мы заметим ладно выходить с льва пойдем на коридор первого этажа или второго наверно нужно нам 19 номер нужен дать для того чтобы а к нотариусу сходить нет давай давай да дайте мне возможность уйти обратно коридор 2 этажа а проверить карту здесь можно а нет не карта я думал покажут карту расположение номеров здесь просто список вот этот мы можем и так его посмотреть меню нам это не надо нам нужен нам нужен а 21 нотариус нотариус 21 да почему-то я думал что 19 если так посмотреть директория материалы нет нотариус подождите тут нотариус написано 19 а 20 архив записей нотариус 19 20 архив записи а там то ли здесь ошибка то ли что не понял ну на бумажке одно написано там другое ну пошли на второй этаж номер 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 так проверить давайте карту читаем так номер 19 джо соукинса номер 20 комната для записей номер 21 нотариус номер 21 пошли номер 21 пошли входи говори я не могу ждать всю сессию я хотел спросить не могли бы подписать это а я слышал что ты можешь прийти похоже на то что у меня есть время подписывать это нужно для слушания какой мне смысл менять правила когда они и так слишком сложен для исполнения это вопрос всего одного слова одно слово говоришь а что произойдет когда мистер жордан хэмлок заменит упомянутое слово так он поменяет правила тем самым автоматически станет членом большого жюри большое жюри и потом кто знает что еще он захочет поменять знаете ли вы сколько времени уходит на перерасчет и налоговые вычеты и соблюдение правил нашей паствой не говоря уже о формах п 45 так что нет извините мне нужно отправить файл и выставить штрафы и самая главная очередь хорошего дня а могу я вам помочь нет угрожать ему я уверен это плохая мысль давайте может попробуем мы ему поможем он взамен поможет нам услуга за услугу а могу я вам помочь вы сказали что вам нужно выписывать штрафы может быть я мог бы сделать это сэкономив для вас время возможно его бы как раз хватило чтобы поставить подпись для меня очень хорошо раздайте это а я проштампую и помните что читать чужую почту это нарушение мне нужно понять кому раздавать ладно понял и справлюсь но не заставляй меня переставать играть в играх можно делать все то же самое но без риска сыграть ящик видимо он автоматически раздаст наверное здрасте уверен что знаю что это это проблема а я не могу перестать это дает такие эмоции когда одно вращение отделяет тебя от всего но ты никогда не выигрываешь наверное для этого я и создан чувствовать одно и то же быть так близко к тому чтобы обладать всем но так никогда туда не добраться я думаю теперь они сожалеют об этом фортуна всегда против меня я думал что попав сюда это закончится но не вышло но когда я вижу как крутится колесо я же никому не сделал плохо он ставки делает да но я это понимаю допустим какая разница при чем тут наши отношения ему выписали штраф какая разница что мы скажем ну допустим себе он сделал плохо себе ты себе навредил да да я ни на что не годен я игроман а это что такая же пустышка как и мой счет в банке на эти деньги можно было бы использовать для чего-то большего чем просто спускать не игровые автоматы я сделаю это не для себя но для сути спасибо только сегодня я не буду играть еще мы у нас одна квитанция нет еще несколько джордан хэмлок джордан хэмлок это ж ему елки как же мы ему сейчас скажем кажется что петиция пошла в массы ее подписание будет означать изменение правил лично я к ней прикасаться не буду кто знает чего ожидать от неизвестности что это за радио такое странное проверить кровать проверить стол что здесь на столе печатная машинка предмет из директории так что там письмо джордана всем заинтересованным я джордан хэмлок предлагаю внести изменения в правила слово сессия это слово которое по намекам многим им не нравится это слово кажется грубым в устах я с этим согласен поэтому следовательно я решил создать петицию об изменении слова сессия на что-то более подходящее для этого учреждения я считаю и прошу присутствующих здесь читающих эту петицию подписать ее чтобы изменить слово сессия на период и эрго это слово будет звучать более благозвучно и подходяще ну ладно пускай будет период письма стоит ли вообще это просматривать даже не знаю нам в принципе плевать лишь бы он нам помог проверить ящик что там ничего не могу разобрать записка для ценителей красивого слога и языка я джордан хэмлок создаю петицию с целью изменения терминологии правил эрго найдите меня и оставьте свою подпись в противном случае ты потеряешь ее проверять кровать или не проверять ну давайте проверим это что такое слушай может не надо может уйти не понял это чьи это чьи это чьи ноги тут почему тут чьи то ноги с которых что то стекает я я хочу отсюда просто уйти давай просто уйдем давай просто уйдем наша цель здесь просто сейчас спасти дочь и мы не какой-то тут детективы или полицейские в общем которые расследование проводят нам плевать просто спасти дочь забрать отсюда и все и уйти ио и так что вы думаете это скучно я знаю но мне кажется что коричневый мне идет постараюсь повеселиться на этой сессии нам нужно так нам что подождите к нотариуса нам нужно опять в номер двадцать первый мы разнесли как бы теперь он должен нам помочь здравствуйте а я раздал все пришлось срочно уйти на большой жюри вызвало вы наверное уже все раздали поэтому я оставил вам печать но предупреждаю это все поменяет уважаемый мистер нотариус я пишу вам с просьбой отклонить запрос на приглашение от моего мужа мой доктор сообщил мне что вы делали запросы я требую вас уважать врачебную тайну касательно моего смертельного диагноза будь у него выбор джордан настаивал бы на том чтобы я продолжала бороться но буду честно я устала не знаю как вы все это делаете с уважением ваша миссис хэмлок жена джордана она видимо уже хочет просто умереть она устала смертельный диагноз 6 что тут происходит так нам теперь нужно пойти на в бар хэмлок сказал там с ним встретиться он будет нас ждать там хорошо идем к стойке регистрации получается мне просто не нравится я уже выше нет не нравится почему скажи почему тебе не нравится я просто мать его передумала дариус вот почему теперь тащи свой зад наверх и надевай костюм во-первых следи своим тоном во вторых я не собираюсь переодеваться я чувствую свежесть в нем ты бы лучше перестал ныть и и я дам тебе настоящий повод поныть ладно что ты сделаешь будь один всю сессию как бы это хотел ой ой Поговорить мы можем с женщиной в красный, можем идти в бар. Давайте поговорим по пути с женщиной в красном, допустим. О, вот. Что думаешь? Ну, типа, пойдет? Я уже ее видела и подумала, да, вот бы мне так. Вот, хочешь заглянуть? Да ладно, тебе давай. Что, нет? Странный человек. Ну ладно, тогда все. Да. Пойдет. Очень даже ничего. Она как будто тело поменяла, теперь его рассматривает. Жесть. Так, сесть в кресло можно сюда, допустим. Давайте сядем. Это, по-моему, вот та сидит, которая тоже нарушила правила, и ей сказали, что она не сможет выбирать следующий костюм себе. Да, да. Мне намного лучше, но на этой сессии я больше не играю в шахматы. Придется ждать следующего раза. Но как действующий чемпион, я могу ответить на ваш вопрос. Да. Расскажи-ка мне, что такое суть? Ядро, вообще-то. Если бы я знал, и меня бы тут не было. Наверное, никого из нас тут бы не было. У всех она такая же разная, как и костюмы. Скоро вы поймете, что у всех нас одинаковые проблемы. Одинаковые вкусы, заботы. Романтика, вот что пытается найти она. Значение этого всего. Но кто говорил, что есть простой ответ, а? Здесь в игре есть небольшая проблемка. Такое ощущение, что эту игру переводили разные люди, и между собой не все согласовывались. Потому что в одних местах переведено по одному, в других местах переведено по другому. В одних местах мы читали перевод Core как ядро, в других мы читали перевод Core как суть. И в итоге вот здесь вот может возникнуть небольшая просто путаница. Ну и опять-таки в той записке со стойки регистрации по поводу номеров, где что находится, тоже ошибки именно в переводе текстовом. Расскажи про прилив. Что вы можете рассказать мне о приливе? Он приходит и уходит. Вопрос, а почему об этом нужно спрашивать именно действующего чемпиона по шахматам? Вот это вот странновато. Типа другой никто рассказать не может, но она как действующий чемпион по шахматам может это рассказать? Ладно, расскажи мне тогда еще про доктора Анистон. Что вы можете рассказать мне о докторе Анистон? А что я могу рассказать? Я с ней с самого начала. Потрясающая женщина. Она это придумала, если вы не знали машину. Сожалею только о ситуации с мужем. Накопил денег, уехал. Променял это место на место потеплее. Но она никогда не уедет. Поэтому и мы остаемся. Почему? Здесь она потеряла его. Думаю, этого достаточно. Ладно, мы обо всем поговорили. И она что-то упомянула про машину. Спасибо. Про машину. У меня такое прям ощущение, что машина для переселения душ что-то такое. Жесть какая-то. Ой, как же любопытная. Ладно, идем в бар. Но больше мы сделать ничего в принципе тут не можем. Я все-таки это сделала. Ты подкинул мне идею. Сейчас мир такой, какой должен быть. Люди любят крепкую женскую руку. Эрго? У меня есть все, кроме одного. Джордан? Да, это я. Как, как, как ты, как в своей тарелке? Нет, говорят, как, как не в своей тарелке, а то стоявшее соворажение значит, что тебе неудобно. Нет. Я имею в виду, что я чувствую себя очень удобно и комфортно. Ну, что, она у тебя? Я нашел вашу жену. Я тоже. Лежит там. Она ушла, не дав мне слово. Я не получил голоса. Так что это мой шанс высказаться. Я готов на все, чтобы быть с ней. Все мы ищем суть. Нашу цель в жизни. Я нашел свою. Но потом потерял. Я знаю, что как раньше уже не будет. Но. Эрго. Итак, а вы мне поможете? Я готов на все, чтобы вернуть ее, вернуть их. Назад. Да. Ну, что? Тогда давайте начинать. Время не деньги. Время деньги. Это крылатые выражения. Время деньги. Нет. Ты время обратно не купишь. Поверьте мне. Слушайте, он уже поменялся телами. Потому что он сидит там, видели, на заднем фоне как раз настоящий. Вот он сидит, этот Джордан, по идее. Слушайте. Слушайте. Вон он. Они уже телами поменялись. Жесть какая. Мы те, кем себя называем. С нас сняли мерки. Наряды нам подошли. Хе. Я... У меня есть петиция. Мою петицию подписало достаточное количество членов паству, чтобы ее приняли. Джордж. Джордж, конечно. Подписал ли ее нотариус? Петицию. Печать стоит. И большинство пастыр согласны. Все кроме одного. Если один из вас присоединится к нашему делу, мы сможем выносить настоящее изменение. Но надо учитывать тот факт, что это изменение важно для вас лично. В любом случае, номер 56 создал петицию. Это моя петиция, да. Следовательно, если это изменение правил будет принято, вы, Джордан, измените правила. И тем самым станете членом большого жюри. Эрго? Если меня выберут, я... Я буду в долгу перед вами. И буду готов оказать любую услугу в ответ. Никто не подвергает опасности наши пути ради личной выгоды. Вы не смогли... Я голосую за изменения... Мелисса? Я хочу вернуть то, что меня забрали. Я хочу... снизить... возрастное ограничение. Я хочу быть снова молодой. Согласна. Зачем вы допускаете это? Что он мог вам пообещать? Я отец Леонор. Если вы допустите это, ваша дочь может быть спасена, но будут взяты многие другие. А, ты их знаешь. Тебе есть до них дело, нет? Эрго, голосуй за изменения. Правила существуют не просто так. Они не для того, чтобы их подстраивали по собственной нужде. Я прошу поменять всего одного. Голосуйте против изменения. Правила можно нарушить, помнишь? Так, мне нужно... Я просто за своей дочерью пришел. Мне плевать на все остальное. В общем, голосуем против сохранения слова сессия. Мне нужно вернуть свою дочь. Любой ценой. А потом обратиться в полицию. Я предпочитаю слово период. Мы сделали это. Эрго, мы вернем их. Я гарантирую. Приведите новую паству. Это она. Элеонор. Кто-то хочет возразительно против того, чтобы отдать эту девушку доктору Анистану? Я. Я как бы перебью вас как новый член большого жюри. Я настоящим передаю Элеонор номеру 56. Как вы посмели? Мужик, не нервничай. Расслабься. Так, ребята, играет песня. Вот ее я точно вырежу. Что? Финал? Подождите, а машина, про которую это самое говорили и так далее, а что здесь происходит? Ну, да, я понимаю, что эту игру, чтобы узнать все, нужно проходить, наверное, раз 50 или сколько, чтобы абсолютно все здесь как бы найти, каждую там со всеми как бы переговорить, все пути и так далее. Но не то, чтобы прям это хочется, очень хочется узнать все, да, но будет и много всяких повторений, и поэтому я не очень люблю перепроходить. Что я могу сказать на основании, скажем так, этого прохождения? Мы все-таки спасли нашу дочь. Да, мы пошли одним путем, и есть другие пути здесь. То есть мы могли с вами пойти по пути Ди, во-первых, мы могли ей помочь как-то. Там что-то связанное с ее именем было еще тоже. Можно было еще по другим, видимо, путям пойти как-то. Может быть, что-то связанное с тем парнем, которого мы могли отговорить вообще сюда идти в начале и просто забрать, видимо, его приглашение или еще что-то. Я не знаю, ребята, но вариантов здесь, видимо, все-таки много есть. И даже здесь вот мы могли выбрать все-таки вариант, чтобы сохранить слово «сессия». Я не знаю, что бы произошло тогда. Я не представляю. Возможно, нам бы дочь просто не отдали, но мы ради нее, собственно, сюда и пришли, чтобы ее спасти. Немножко как-то вот обрывочная, мне кажется, концовка. Мы вроде как и получили то, за чем пришли. Мы спасли нашу дочь, но мы ничего не узнали, что здесь происходит. Да, какое-то переселение душ натуральное. И про какую-то машину здесь нам проговорились. Но я хотел бы побольше узнать, больше подробностей, увидеть, может быть, машину, как это работает. Я хотел бы это все узнать, но нам этого не рассказали. И вот сейчас нам дают возможность просто начать как бы новую игру и попытаться пройти по другому пути. На самом деле, вроде как и любопытно. Даже не знаю, ребята. Игра, игра интересная. Очень интересный сюжет. Очень хорошая игра актеров. Да все здесь просто прекрасно. Отличная, отличная игра. Коротенькая все-таки. Я думал, она будет длиннее. Но я после записи первого видео прочитал отзывы по поводу этой игры. И там говорилось, что игра на самом деле довольно-таки короткая. Поэтому я решил сразу же допройти ее до конца. И да, мне понравилось. Но хочется, если честно, еще. Хочется еще. Надеюсь, ребята, вам тоже понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых. Замечательных прохождениях. Пока-пока.